Рекомендую вам канал с забавными подборками животных. Там вы найдете много смешных роликов с котами, собаками, кроликами, енотами и другой живностью. Хорошее настроение обеспечено. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Кибернетические технологии развелись настолько, что бионические иллюзии уже перестали быть предметом научной фантастики. Давайте познакомимся с пятью настоящими киборгами, людьми, которые частично стали живым организмом, а отчасти добровольно стали машиной. Художник Нил Харбисон родился с ахромотопсией, то есть крайней степенью дальтонизма, когда человек может видеть только в черно-белых тонах. Однако теперь его способности распознавать цвета значительно превосходят границы обычного человеческого восприятия. Нил снабжен специальным электронным глазом под названием айберг, который передает цвета в его внутреннее ухо через механизм вибрации на затылке. По сути, он цвета не видит, а слышит и чувствует. Его можно назвать первым официально признанным киборгом, поскольку даже на паспортной фотографии устройство, вживленное в его затылок, представлено как неотъемлемая часть лица Харбисона. Это означает, что если кто-то попытается снять с него устройство, то нанесет ему телесное повреждение, аналогичное удару кулаком в лицо. В 2003 году 58-летний электрик Джесси Сайлеван лишился обеих рук в результате мощнейшего удара током на работе. Он был в отчаянии и уже не надеялся на самостоятельную жизнь. Теперь Сайлеван может самостоятельно есть, надевать носки, бриться, ухаживать за садом и даже полоть грядки. Все это благодаря бионической руке, которую ученые установили ему самому первому на Земле. Нервные импульсы, которые генерируют мозг, с помощью специального устройства управляют искусственной рукой. Джесс может не только мысленно контролировать новую руку, но и ощущает тепло, холод и степень давления, прилагаемое устройством. Вместо правой руки Сайлевану пока поставили обычный протез, который он использует для более грубой работы, как поднятия тяжестей. После нескольких ужасных несчастных случаев Дженс Науман потерял зрение на обоих глазах, но не терял надежду увидеть мир снова. Его мечта стала реальностью в 2002 году, когда Дженс стал первым человеком в мире, получившим искусственную зрительную систему. Его электронный глаз подключен напрямую к зрительной коре через мозговые имплантаты. В отличие от иных кибернетических устройств, которые передают зрительную информацию через другие органы чувств, такие как слух или осязание, Науман в действительности видит мир, хоть пока и немного расплывчато. Телеведущий Дмитрий Игнатов потерял ногу во время службы в армии. Он говорит, что когда очнулся в госпитале и понял, что у него нет ноги, то вовсе не расстроился, так как понимал, что на дворе 21 век и вокруг полно различных технологий. Теперь, благодаря искусственной ноге, Дмитрий может гулять, бегать, ездить на велосипеде и даже не скрывать ее под брюками, смотрится она совсем не ужасно. Главное, что это уже не просто протез, это современный девайс. Вечером, когда Дмитрий возвращается домой, его искусственная нога по Bluetooth связывается с компьютером и сообщает, сколько километров хозяин прошел за день. Однако далеко не все люди становятся киборгами только из-за того, что, как говорится, жизнь заставила. Есть и такие люди, которые хотят расширить уже имеющиеся возможности своего тела, а то и просто упростить себе жизнь, как, например, вот этот парень. Его зовут Амаль Графстра, и он вживил себе в руки специальные микрочипы, которые используют в самых различных целях. С их помощью Амаль может открывать двери своего дома, автомобиля и включать компьютер одним взмахом руки. Никаких потерянных ключей и забытых паролей. Он также является основателем компании «Опасные вещи», которая занимается продажей самодельных имплантов людям, желающим вживить их в свое тело. Всемирно известный футуролог Рэй Курцвилл уверен, что в 2045 году технологии настолько быстро будут развиваться, что люди начнут заменять свое биологическое тело искусственным. Что ж, поживем увидим. А пока не забудьте подписаться на наш канал и поделиться этим видео с друзьями.